Привет, друзья! С вами блог-сварщица Екатерины, меня зовут Виолетта, и это рубрика рецепты. Давненько у меня тут не было. Сегодня мы с вами будем заваривать одну из наших новинок Колумбию Рейнальдо Лопес. Это Колумбия из проекта Vecinas, что с испанского переводится как к соседям. И напомню вам, что в рамках этого проекта мы помогаем Рафаэлю Айя и его соседям зарабатывать немножко больше. На самом деле подробнее вы можете узнать об этом проекте и на самом деле о фермерах, которые участвуют в этом проекте в нашем ролике на YouTube-канале. Так что переходите по ссылке и смотрите ролик, потому что там очень много полезной информации, в плане, что, например, Рейнальдо Лопес, он бывший владелец нашей фермы, вот, и он нам показывает свою ферму, показывает, какие разновидности он выращивает. А пока давайте начнем заваривать. У меня, как обычно, два рецепта. Это воронка Харио и Аэропресс. Это наши стандартные рецепты из карточки. Вот вы можете их найти на сайте. Начнем с воронки. Мой рецепт это 18,5 грамм кофе. На 280 грамм воды. Температура 96 градусов. Помол на кофемолке Дитинг, Sweet Lab, 7. А если у вас другая кофемолка, вы можете подобрать помол с помощью виджета на сайте, как раз прям в карточке товара. Давайте начнем. Сперва, как обычно, смачиваем фильтр. Так, напомню, 18,5 грамм кофе на 280 грамм воды. Я буду заваривать импульсом, то есть вливать воду я буду порциями. Начнем с присмачивания. 40 грамм присмачивания. Ждем до 30 секунд. 30 секунд начинаем вливать с центра, расходясь по краям, до 100 грамм. Далее в минуту 0,5 еще 50 грамм. Минуту 30 еще 50 грамм. Старайтесь больше ориентироваться не на время, когда вы делаете каждое вливание, а на то, как у вас проходит экстракция и уходит ли у вас вода к каждому следующему вливанию. Дальше мы вливаем еще 40 грамм. И в 2,10 еще 40 грамм. Заваривается прям все четко по рецепту. Время экстракта, соответственно, 2,30, может быть, примерно 2,40. Вот, у нас получилось 2,35. Это Колумбия. Один из самых ярких лотов в нашей линейке. Скажу сразу. Это ярко-анэробная ферментация. Очень ярко пахнет таким сливочным йогуртом с какими-то фруктами. Есть также что-то темное, как, наверное, изюм, темный шоколад, что-то такое. Давайте замерим ТДС. Да, в букете очень четкий дескриптор винограда, черного винограда. Темный шоколад, ноты какао. Есть также ноты тропических фруктов. Очень продолжительное послевкусие. На послевкусие тоже, наверное, изюм, скорее, и ноты какао. Вот, пока у нас замирается ТДС, давайте начнем заваривать аэропресс. Рецепт на аэропресс довольно базовый. 16 грамм кофе, простите. На 220 грамм воды. Температура 91 градус. Помол на нашей кофемолке. Дитинг Суит Лэп. 4,75. И если у вас другая кофемолка, то вы можете воспользоваться нашей таблицей по соотношению помолов. Ссылка на нее под этим видео. Но также мы уже сделали виджет на сайт, виджет по помолу. Вот. И вы можете использовать его. Это гораздо проще. То есть вы заходите в тот кофе, который вам нужно заварить. Прокручивайте до рецептов. И прям в рецептах выбирайте свою кофемолку. И он вам четко подстраивает тот помол, который вам нужен по этому рецепту. Начнем заваривать. А, кстати говоря, ТДС у меня получился 1,42. Собственно, как и планировалось по этому рецепту. Заварилось прям все очень четко. На аэропресс у нас 16 грамм кофе. Напоминаю, что заранее подготовьте все для аэропресса. Куда вы будете продавливать ложку, которой будете мешать. Смочите фильтры. Я использую два бумажных фильтра. Вот. Два просто потому, чтобы у меня фильтр плотнее пролегал к аэропрессу. Вот. Только поэтому. Так. Температура 91 градус. Поехали. Заливаем 220 грамм воды. В принципе, не важно, как вы льете, но все-таки желательно залить побыстрее, чтобы смочить весь кофе. Потому что вот сейчас у нас есть там сухие комочки, а ложку мы сейчас помешаем, и как раз все у нас будет вовлечено в экстракцию. Вот. Мешаем быстро, чтобы немножко ускорить экстракцию. Мешаем до 50 секунд. Так. Закручиваем фильтр. Прям хорошенечко. Переворачиваем. И продавливаем. Старайтесь продавливать равномерно, постоянно оказывая давление на поршень. И закончить по рецепту к минуте 30. До шипения продавливаем дальше не нужно, до самого конца. Потому что у вас в напитке может появиться такая не очень приятная горечь. Помешаем обязательно. Ну, конечно, из-за того, что это аэропресс, сразу чувствуется, что напиток такой более плотный. Здесь в аромате уже нет такой сливочности и прям таких ярких тропических фруктов, может быть, даже цветов, как воронки. Здесь уже сразу все такое темное. Темный виноград, темный шоколад. Очень приятное тело получилось в аэропрессе. Оно такое чуть более тяжелое, но при этом очень такое, очень приятно ложиться на язык. Ну, букет, собственно, как я уже сказала, здесь черный виноград хорошо чувствуется, изюм темный, темный шоколад. Может быть, еще такие ноты лаванды. Яркая кислотность, причем это не одна, наверное, кислотность, это как молочная кислотность и винная. То есть такая интересная, довольно сложная. Также напомню вам, что Рейналдо Лопес это лишь один сосед из линейки Весинос. И помимо этого лота сейчас у нас в линейке есть также Рафаэля Я, лот от Рафаэля Я, собственно, и Колумбия Лавиолетта. Вот, и, кстати говоря, это уже второй лот нового урожая от Лавиолетты. И вообще у нас на Ютубе есть целая серия роликов из Колумбии, вот, и в том числе про других соседей обязательно посмотрите. Ну что, на этом все у меня, друзья. Пишите в комментариях, какой кофе из Колумбии вам больше всего нравится, какая обработка, мытая, натуральная или ярко-наровная ферментация. Вот, мне будет интересно почитать. Давно метод не было. До встречи, пока!